всем доброе утро какой сегодня число у нас артем в общем мы пытаемся делать зарядку но как видите вот такая у нас зарядка поехали артем поставить чтобы ловить на него тоже который не хочет делать зарядку скушай какому-нибудь маленькую штучку я вас вам написано не надо ты посмотри сколько ну вот колоть ничего не надо правильно заниматься нужно так нет успокоился успокоился сказал всем доброе утречко вот так вот поднимаемся с самого утра всем доброе утро ну кера уже я думаю все знают что такое но керу это не хочу ничего не хочу ничего не хочу ничего не хочу я уже даже сходила спортзал товарищи и вот только после спортзала сейчас буду завтракать вот спортзале не снимала потому что там музон играл и как обычно youtube не блочит потом эти видео из-за того что музыка видишь ли я там использую в общем это я вам уже рассказывал поэтому овсяная каша для мамы готова и сейчас буду готовить ее для меня это замечательно овсяную кашу с греческим йогуртом кстати йогурт беру греческий с минимальным процентом жира если честно очень вкусный натуральный и себе положу фрукты как всегда немножко а маме положила всяких семочек вкусненьких вот сегодня воскресенье сейчас быстренько завтракаю иду выгуливать артемия который сегодня у нас бездельник вообще на выходных бездельник надо его срочно куда-то пристраивать потому что не годится что ты тут делаешь артемий артем пытается делать уроки в какой позе я вам не буду показывать мне кажется у нас начинается переходной возраст я не знаю что у нас начинается артем со своим носом не ковыряйся мы сегодня не можем спуститься в парк потому что здесь бегают марафон смотрите очень часто да по воскресеньям здесь марафоны проходят вообще здесь как бы нет вообще по валенсии полностью по городу так вот так странно тебе в одну сторону чем в другую вообще прикольно да так что такие дела спуститься вообще можно просто не здесь здесь как раз вот они бегут дабы им не мешать так мы сейчас посмотрим как мы спустимся в наш замечательный парк темыч ты нашел выход как мы спустимся надо как-то попасть на а мы можем пойти артем по мостику по мостику вот там можно пройтись сейчас посмотрим как мы пойдем но в общем вот такие дела у нас пойдемте я вам сыграю на рояле посмотрите как Вот такой вот у меня замечательный рояль, смотрите клавиши, нажимается, не все, но нажимается. Чё, чё, ну покажи, главное. Так что вот так вот, поставили нотки и поехали, дорогие мои зрители. Такого. Поддержка, группа поддержки для бегунов. Ходим, Тёмыч, спустимся. Да, что нельзя? Там нельзя идти? Ладно. Давай, давай! Давайте! здоровый образ жизни что это за супер мега автомобиль обалдеть что залезла парочка пожилых красиво одетых старичков наверное празднует годовщину свадьбы ну что-то мне так кажется они очень богатые сказала вот вам самокаты понятно понятно но это ты хотел сказать что это машина раритет называется на русском языке да ну я думаю они взяли его просто на прокат эту машину можно взять вальки лера в чем на прокат мы здесь у нас велосипедная дорожка по которой положено ездить велосипедистом и самокатистом и самокатистом вот а мы вниз в парк не спустились до нас туда немножко не пустили потому что бегуны там бегут ничего мы идем по верху здесь тоже очень красиво погода кстати на сегодня замечательная у нас сегодня как всегда тепленько 20 градусов ветерат такой прохладный подозрительный поэтому надо аккуратненько но ничего а вот народу конечно себе куча и повылазили в парк понятно погода хорошей чаще делать детей надо выгуливать да и самим тоже прогуляться дома сидеть нет конечно поэтому мы старте вам тоже молодцы уже все поделали и так как сегодня воскресенье будем гулять а завтра уже в школку в этом месяце еще у нас нормальный график с мая месяца уже начинает резать школьный день со школы будут выходить раньше потом каникулы и начинается веселуха детям детям ни хрен делать целый день в планшетах в телефонах дурью маяться лагеря записывать безусловных денег стоит ну конечно кто может себе позволить нормально как бы но все равно цены как бы на летние школы очень высокие всегда я в чем отправляю иногда какой-нибудь эти школу так что по чем-то занимался но ой артемчик я разговариваю зайка ну я не закончила ты как всегда что говори кендеряна а и школа дебина конечно я знаю ты же хочешь на нее всегда артем каждый год ходит летнюю школу потому что ну понятно я работаю два с половиной месяца каникул а то и три получается что делать потому что посмотрим а вот у нас уличные тренажеры на которые вы можете прийти позаниматься спортом вот пожалуйста она немножко дети их не так используют как надо но ничего все равно используют прикольно вот можете подойти вот здесь покрутить колесико и поразминать свои суставчики плечевые вот так что да сегодня народу нас куча так что тема чему пойдем артем хочет идти в торговый центр чтобы поиграть в комнате лего там я бумагу коней а нет уж ты такая жрать думаешь и и и ничего не делать артем только поел точно конечно ну что кушать три раза в день все они каждый час конечно нормальные люди для три раза в день они 15 как ты вот вчера ел три раза в день и отлично с чем справился и со своим инсулином ты справился все было замечательно и хорошо ты себе да ты думаешь пять раз в день это глупости какая сегодня тусовка столько людей везде а уже нам начинают ставить побольше станции для зарядки электромобилей вот здесь не было этого уже поставили а вот так можно ездить с детенышем главное одеть ему шлем шлем кстати это здесь такая вещь очень как бы в обе заловки могут даже штрафа ночь если шлема нету особенно на ребенке как бы желательно вот валентий распространен туризм на велосипедах очень распространен потому что по всему городу есть велосипедные дорожки где можно ездить поэтому все все туристы вот берут на прокат велосипеды и таких точек по городу очень много на каждом углу можно найти магазинчик где сдают в аренду велосипеды специальные прогулочные такие высокие удобные вот и очень многие туристы именно так смотрят весь город потому что это очень удобно на автомобиле особо не наездишься так как его парковать а если вот просто именно посмотреть сам город то это очень удобно вот такие вот дела ну и так плюс даже местные жители очень много кто ездит на велосипедах на самокатах потому что это достаточно удобно я сама ездила постоянно на самокате похоже мне мы не украли благополучно потому что реально по городу это очень удобно то есть вы очень быстро добираетесь во все места никаких пробок никаких думаний о том что боже где поставить автомобиль потому что это действительно проблема поставить автомобиль если нету парковки парковочного места еще что-то если вставить в парковки платные которые есть да и достаточно но иногда вам в этих местах парковка автомобиля на целый день допущен уходится просто без насловных денег и она просто того не стоит так что вот такие вот дела товарищи как всегда полиции куча порядка порядка куча какие у него милые волосы свиного цвета какой симпатичный парень вот что они набирали очень темночка в машине уже закончили беда вещь какие-то закончили какие-то нет так раз два три и красный ой то пишешь там зеленый а им красный вот по перекрыли на вот вам видели этого телевизора сейчас посмотрите у меня на канале вот настоящий марафон ух ты сколько там велосипедов ничего не поняла а вот так темычка мы с тобой переберемся на другую сторону там хорошо пойдем да так что как-то странно маратон обычно бегущие а тут даже велосипеда есть не знаю не знаю и как обычно и как обычно скажу так понятно тут нельзя проходить начнем дальше вот так вот перед перекрыли всю валенцию как всегда все перекрыли все по перекрыли вот так вот вот ну это ж такое дело так что мы идем нам нужно перейти вот в мостик и там заодно мы с высоко с мостика покажем вам парк бедный пёсик бедный собачка вот так вот у нас, какой классный кусямич, на диско тарурурур s'ya,какурато сейчас мы пойдем к музыке и вешал Вау! Омбулансы тоже! Чтоб всего хватило! Сейчас попробую развернуть камеру на нас Вау! Поехали! Вот вам любимая наша Малинтия со всеми ее красками, праздниками, музыкой и фиестами. И со всей красотой. Мы ходим по кафешкам и ресторанам. И колемся везде. Есть! Есть! Так что вот так вот и ходим. Артем как всегда хочет есть. Не успела выйти из дома, а уже хочет есть. Я, если честно, тоже пока не хочу. Но, признаюсь вам, может быть, закажу себе мороженое. Но еще пока не знаю. Ну, такую иду точно. Вроде как и не хочется. Не пойму я. Ну ладно, чтоб смотрю. Я приезжаю. А, да, мы дошли, кстати, да. Мы дошли с Артемом в торговый центр. Ну вот, перекусим. Пойдем дальше гулять. Потому что, когда вот эти бегуны все закончат бегать, они все попьются куда-то кушать и будут просто забиты. Хорошо. Все, Артемовичу принесли его макарошки. Посмотрите, какие тут овощи. Он заказал себе с лангустинами. Знаете, кто такие лангустины? Это вот эти вот морепродукты, которые... Что я вам пошел в торговый центр? Господи, какая они? Креветки, короче. Что я вам пошел в торговый центр? Да? Ну, ничего, Тёмович. Немножечко сейчас подождем. Оно все равно очень горячее, так что не торопись, а она. О, видишь? Я же говорю, не торопись, Тёмович. Тёмович. Что ж такое? Ты бы пошел пока в туалет руки помыл. Ты мыл руки? Нет? Ну, пойди помой. Вот и остынет, и времечко пройдет. А те все там орут. А мы с Артемовичем уже идем до дому. Что такое? Он там, он там. Да? Ой, боже. Кто там был такой страшилка? Ой, точно, боже, какой он страшный, блин. Вы его не увидите. Он очень большой, этот попрыгун. Вон он сидит. Смотрите, вот он. Да, его так и не заметишь, этого попрыгуна. Эй, попрыгун. Надо его палочкой, палочкой. Ага. Лучше мы не будем рисковать его трогать. Это этот большой, этот на саранчу похож такой, вот такой, вот такой сидел. Огромный страшилка вот этот с большими задними длинными лапами, который прыгает вот так, как этот, как стрекоза. Да. Смотрите, какой милый куст. Я его очень люблю. Каждый год он вот так вот зацветает и вот становится вот такой вот красотищей. Смотрите, класс. Так, заходите и вот так вот. Очень красиво. Так что мы уже бежим домой, прогулялись, нагулялись. Так как мне еще нужно сесть немножко за учебу, за работу, то мы будем идти уже. Показали вам нашу прекрасную Валенсию, вот прекрасную погоду, бегунов, стрибунов. Кого еще? Всех и бегунов и стрибунов показали вам. Вот. Так, Артем, зеленый цвет. Мы успеваем или нет? Поехали. Раз, два, три. Давай. А то тут сейчас быстро закончится на светофоре зеленый свет. И будем мы. Ладно, сейчас немножко дальше мы еще поснимаем. Все-таки вид с мостика очень красивый. Ну, здесь будет дуть ветерок, потерпите, но посмотрите на эти прекрасные виды. Вот. Мне кажется, на это можно смотреть вечером. Каждый раз хожу, каждый раз смотрю и каждый раз снимаю, каждый раз фотографирую. И такое, как в первый раз, честно. Честно, честно. Ой, туда вот вниз надо было бы спуститься и зайти вовнутрь. Там так прикольно. В следующий раз спустимся обязательно. Как всегда, попадаем на какую-то аксионность. Боже мой. Она так орет, эта пожарная. Это, конечно, нормально. Но она так орет. Ее слышно вообще, наверное, в соседний город. Вот. Вот. Что-то там, видимо, случилось. Только что с такой же скоростью пролетела полицейская машина, как сумасшедшая просто, обгоняя всех и и фафакая. И пожарная поехала. Ну, пожарная, это уже вам не шуточки. Собаки тявкают. Что-то я хотела вам рассказать по поводу Испании. Какую-то интересную информацию. Вы знаете, надо записывать. Все-таки вот я записываю. Ну, вот иногда идеи для некоторых видео. Иногда записываю, иногда нет. И вот каждый раз, когда не запишу, очень об этом жалею. Потому что, естественно, забываю и все. Вот. Ну, если вам что-то интересно, дорогие мои зрители, спрашивайте, пишите комментарии, подписывайтесь. Мне очень приятно, что вы смотрите мой канал. Веду я, кстати, его очень мало. Веду буквально с февраля месяца. Наверное, да, пару месяцев всего лишь. И, если честно, настолько увлеклась и мне настолько понравилось, что вот как вчера, например, начинаю снимать и прямо не могу притормозить. Потому что, ну, пошла муза, пошел поток, как говорится. И хочется снимать, и хочется что-то рассказывать. Потому что вижу, что вам интересно. И мне интересно это снимать. Потому что я понимаю, что многие люди здесь не были. И, возможно, и не будут. Может, и нет возможности приехать, как туристы, да, посмотреть на что-то. А вот поэтому, естественно, я помню еще мне даже некоторые писали такие приятные комментарии, как, Карина, спасибо за видео. Такое ощущение, вот, благодаря видео, как будто бы сама прогулялась по городу. И я понимаю, что это вам интересно и это полезно. То, что я делаю, в принципе, это полезно для тех людей, кто не был. Вот, я, конечно, вам всем желаю иметь возможность путешествовать, иметь возможность выезжать. Потому что путешествие это настолько важно, казалось бы, глупости, но на самом деле нет. Когда вы меняете полностью свою обстановку, когда вы меняете полностью ваше окружение, меняете людей, культуру, обычаи, традиции и переезжаете. Я сейчас говорю не за переезд, нет, а за туризм, просто за туризм. Это настолько вдохновляет. То есть, это... Что, Арчевчик? Чего в райе? Так нам сюда идти, да? Что, пойдем обойдем? Ну, ладно, пошли. Ладно, мы просто сейчас пока туда дойдем, уже там будет красный. Вот, поэтому я вот по себе знаю. Я сейчас не путешествую никуда, потому что, как-то честно вам скажу, нет возможности. А вот, когда ездила, хотя бы немножко, хотя бы куда-то, то это очень вдохновляет, очень обновляет, я бы сказала, вашу систему, да? Как обновить компьютер для того, чтобы он начал хорошо работать, да? Потому что подвисает. Вот так, в принципе, у нас наша система работает точно так же. Наши мозги, наши мысли, там, мышление, голова, да? Да, вот, как хотите это называйте, но мы реально нуждаемся в этой перезагрузке. И в основном перезагрузка вот происходит именно в таких моментах, когда вы меняете полностью все то, что находится вокруг вас. То есть недостаточно просто поехать куда-то отдохнуть, я не знаю, на выходные, да, с ночевкой. Нет, а именно вот поменять полностью все. Поэтому искренне вам желаю иметь эту возможность ездить на отдых, путешествовать. Это очень хорошо. Понимаю, что не у каждого есть эта возможность. И, ну, тут уже как бы что поделать. Но все в ваших руках. Все в наших руках, в ваших, да? Все мое в моих руках. Это я тоже знаю прекрасно. И я знаю, что все можно поменять к лучшему. Поэтому главное захотеть и искренне поверить в это. Когда вы искренне верите в то, что это возможно, поверьте мне, это становится возможным. Но как только в вашей голове возникает хотя бы малейшая частичка сомнений, все, у вас ничего не получится, потому что вы уже в этом сомневаетесь. То есть не должно быть никаких сомнений. Я сейчас по этому поводу вам расскажу немножко и со своей жизнью и случаями. Ну хорошо. У нас будет много времени на сегодня.